В предыдущих репортажах мы сообщали о предстоящем 15 августа матче между футбольным клубом АГМК и сборной Амана Альсиб в рамках отборочного этапа турнира Азиатской Лиги Чемпионов. 14 августа состоялась предматчевая пресс-конференция с участием тренеров двух команд и их капитанов. Тренер сборной Амана Альсиб Джорван Виейра ответил на вопросы журналистов совместно членом футбольного клуба Ахмадом Аль-Руахием. В ходе беседы зарубежные гости ознакомились с историей развития футбола в Алмалыке, достижениях и текущей деятельности. Джорван Виейра отметил созданные для спортсменов условия, высоко оценил реконструкцию спортивного комплекса, готового проводить соревнования международного уровня. Это мой третий визит в Узбекистан. В первый раз я гостил здесь со сборной Малайзии, затем приезжал со сборной Кувейта. Сейчас мои подопечные – это сборная Амана. Ребята старательно тренировались, готовились к предстоящей игре, так как матч намечается нелегкий. У спортсменов есть только один шанс для выхода на следующий этап турнира. Вообще футбол в Узбекистане развивается быстрыми темпами. Это я могу сказать, исходя из личного опыта. На одном поле с узбекскими футболистами я бывал и раньше. По поводу гостеприимства вашего народа знают многие страны. Это ощущается еще в стенах аэропорта. Очень тепло и дружелюбно встретили нас. Очередная пресс-конференция состоялась с участием тренера футбольного клуба АГМК Миржалола Касимова и члена команды Санжара Турсунова. Миржалол Касимов и его подопечные очень рады, что им выпала возможность участвовать в Азиатской лиге чемпионов. Как известно, 11 августа прошла встреча АГМК со столичным Олимпиком. Тренер нашей команды отметил, что несмотря на небольшой перерыв между матчами, спортсмены готовы выйти на поле и сразиться за победу. Исход игры может быть совершенно неожиданным, так как соперники у нас очень сильные, подготовленные. К примеру, в премьер-лиге сборная Амана Аль-Сиб сыграла 26 матчей, в которых одержала 14 побед, 9 раз сыграла в ничью и проиграла 3 матча. Всего лишь 3 из 26. Это говорит о том, что они хорошо защищают свои ворота, но и нападать тоже умеют. Поэтому нашим игрокам не стоит расслабляться. Санчар Турсунов остановился на удобствах обновленного стадиона. Игроки надеются, что родное домашнее поле обязательно принесет победу. Также футболист пригласил всех аумлыкчан насладиться игрой и поддержать сборную. Обе команды сделали ставки на выигрыш. Кто же все-таки пройдет в следующий этап турнира Азиатской лиги чемпионов, узнаем после завершения матча. А пока продолжайте следить за развитием событий на телеканале ОКМК-ТВ.